Добрый вечер. У нас начинается последний, вы знаете, я узнал недавно, что надо говорить последний, а не крайний, потому что последний – это идущий по следу, а крайний – доходящий до края. Поэтому у нас последний вечер из абонемента «Диалоги при свидетелях» так получилось, это получилось случайно, сейчас скажу об этом еще два слова, что на этот вечер придет тот, кто придет, вы знаете, кто это. Но прежде чем я приглашу этого человека, я хочу, во-первых, ну поскольку вечер последний, сказать огромное спасибо «Дому музыки» Саше Оржановой, который все это придумал, которая терпела все, которое уговорило меня сюда прийти, потому что я очень боялся, нервничал и так далее. И всем людям, которые делают все эти вечера, они очень хорошие, и режиссеры, и звук, и свет, замечательные люди, похлопайте им, пожалуйста, они правда очень хорошие. В связи с тем, что так все хорошо пошло, абонемент будет выходить и на будущий год, я могу сказать пока некоторых людей, которые согласились в нем участвовать, они не нуждаются в отдельных словах. Это Марк Захаров, это люди, которые придут со мной беседовать сюда. Марк Захаров, Константин Райкин, специально приедет из Санкт-Петербурга Светляна Крючкова, и придет Андрей Макаревич. Это вот то, что уже точно известно. Я не вижу вашей реакции на это сообщение. Я напоминаю себе сам, себе напоминаю эстрадного певца. Теперь по поводу сегодняшнего вечера. Я никогда в своей жизни никого не уговаривал со мной разговаривать. Никогда никого. Никогда я вел ночной полет. Не сейчас, когда я делаю наблюдательный, здесь. Я вообще никогда никому не звоню. Есть замечательная Катя Шувалова, которая вообще замечательная, в частности тем, что она приглашает людей. Владимир Теодорович Спиваков был единственным человеком, которого я уговаривал, потому что я хотел воспользоваться служебным положением в личных целях. Я понимал, что если я не уговорю Спивакова поговорить со мной, я с ним не поговорю никогда. И это был довольно сложный момент. Он только что, тогда, когда я его уговаривал, он записывал колокола Рахманинова, и пришел не просто усталый человек. Я вот сейчас говорил Владимиру Теодоровичу, я два раза видел таких людей. Вот когда Спиваков пришел записав колокола Рахманинова, и когда силовой акробат в цирке заканчивал номер. Это было абсолютно два, абсолютно, этого человека не было. Он был абсолютно выжатый. Ну просто там замечательные люди у него, они ему чай, пирожок, все. Он как-то пришел в себя. Я грубо воспользовался тем, что это очень интеллигентный человек. И я понимал, что если я буду нудить минут 20, он не сможет мне отказать в силу своей интеллигентности просто. Я вот грубо так все делал. Владимир Теодорович очень не хотел этого вечера. Очень. Потому что он говорил, это же не моя профессия, а вдруг я что-нибудь скажу, а все увидят, что я не умный, говорит Спиваков. Тем не менее, значит, вот мне удалось его уговорить. Сегодня ничего не будет, кроме нашего с ним разговора. Никаких видео, никаких сюрпризов, никаких молодых. У него же замечательный фонд, ничего не будет. Вот есть футляр скрипки, вы видите, туда можно класть. Если у вас будут записки, можно их писать и туда складывать. Мы постараемся на них ответить. Я вам хочу сказать, что Владимир Теодорович ужасно волнуется. Он сказал мне, что он готов сыграть несколько симфоний, только бы со мной не разговаривать. Но выхода уже нет. Я приглашаю на сцену Владимира Спивакова. Ну, я думаю, можно заканчивать. Все уже случилось, самое главное. Владимир Теодорович, я понимаю ваше состояние, сейчас вижу ваши глаза. Вот, мы договорились, и мне было это очень, тоже мне было очень интересно. Мы договорились только о том, с чего мы начнем. Я никогда не вру. Я вот, вот у меня, в смысле, я часто вру, но никогда не вру аудитории, ни на телевидении, ни на радио. Меня поразило совершенно, честно вам скажу, что, когда вот мы с вами разговаривали, вы мне сказали много добрых слов про программу «Дежурный по стране» за Жванецким. И вообще сказали какие-то очень важные слова про юмор, которые нам очень нужно, не хватает. Вот скажите нам про юмор и про Жванецкого. Мы так на этом начнем, а потом пойдет все. Добрый вечер, во-первых. Ну, я начну с того, с чего начал бравый солдат Швейк свою утешительную речь. «Наше дело дрянь». По поводу программ, которые я люблю на телевидении, их очень мало. Это программа «Жди меня», потому что она людям дает надежду, а мы все надеемся. Это ваша программа «Дежурный по стране», потому что мне дорог и близок Михаил Михайлович Звонецкий. Он для меня «Миша». Мы познакомились очень давно в Одессе, когда он пришел на концерт «Виртуозов Москвы». Сел в зал и после концерта он сказал, «Володь, я такое наслаждение получил, давайте я вам что-нибудь почитаю. Вы завтра еще в городе?» Я говорю, да. А перед этим еще такая вещь случилась, типично одесская. Мы сыграли там уже 8 или 10 бесов, и я захотел поблагодарить публику и сказал, что я вам так благодарен за такой чудесный прием. И сделал маленькую паузу, и вот в этой паузе я увидел, что в первом ряду сидит человек с большими такими рыжими усами, который сказал, «Так оставайтесь». И вот пришел на следующий день Миша Жванецкий. Ребята купили на привозе всякую снеть, потому что мы знали, что он большой гурман. И мы записали все это на магнитофон, его чудесные притчи. И должен вам сказать, что после того, как я через некоторое время захотел послушать, я не услышал ничего, кроме нашего дикого хохота. Дело в том, что он очень часто посещал наши концерты, Миша. Однажды мы играли не классическую музыку, а сочинение Родиона Константиновича Щедрина, которое он посвятил юбилею Баха. Оно называлось «Город Кетен». После концерта он зашел, я говорю, ну как, Миша, тебе город Кетен? Он сказал, не знаю, как жителям города Кетена, но мне лица музыкантов как-то сразу не понравились. Ну, я вообще должен вам сказать, что его умный юмор, я думаю, позволяет сохранять человеческое достоинство. Наверное, это основная такая линия. Однажды мы с ним сидели после очередного выступления в Одессе в ресторане «Мимино». Если вы там были, может быть, вы знаете, грузинский ресторан. Я ему сказал, Миша, я понял секрет твоего творчества. Он говорит, как? Ну-ка, объясни, в чем дело. Я говорю, ну, дело в том, что обычно, мне кажется, что слово – это продукт мысли. А у тебя наоборот. Ты как вот понург, вынимаешь эти слова из воздуха, и они образуют мысли. Он так подумал, подумал, сказал, а ты знаешь, в этом что-то есть, действительно. Я так тоже и думаю теперь. Это правда, это вот, наверное, вот так случилось. Вы открыли Жванецкому глаза на него самого. Очень часто так бывает. Но я думаю, что мало кому удается сказать таким тоном и в таком ракурсе правду некоторую. Например, как он сказал, что история России – это борьба невежества с несправедливостью. Или же, например, то, что соответствует, собственно говоря, сегодняшнему дню. Он сказал, что сейчас такое время, когда аккомпанемент выступает с сольными концертами. А вообще, я вам скажу, что ваша история, не загордитесь, конечно, мне напоминает, вот я имею в виду ваша передача, напоминает беседа Сократа. Потому что Жванецкий выступает в роли Сократа. Ну, надеюсь, он закончит не так свою жизнь, как Сократ. Ведь когда-то в то время было народное собрание, как бы там демократическое, так сказать, свободное общество, которое насчитывало примерно 10-13 тысяч человек. Это те, которые посещали эту площадь, могли быть на площади. И были также некоторые люди, которые могли созывать это собрание. Вот Сократ был один из них. И он был простой человек из народа, в общем, можно сказать. Отец его был камнерез, там, и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что он любил как раз вот вроде Миши. Гурман был страшный. И совсем уже к Мише, не имеющий отношения, любил молодых людей. Одного из них звали Платон, плечистый, который записывал все за ним. Так что многие эти перевещи неизвестны, что писал Платон, а что говорил Сократ. Ну и засудили его за то, что, несмотря на то, что была демократическая основа в Афинах в это время, век Перикла, все-таки, да, и говорили о том, что человек есть мера всех вещей, говорил один старый философ, на что Сократ возражал, и говорил, как может быть человек мерой всех вещей, когда невозможно измерить человека, невозможно измерить, и это неизмеримо. Ну и его засудили как следует, и поскольку там был демократический суд достаточный, то ему дали высказаться до конца перед всеми судьями. Если бы он попросил прощения, его бы простили. Но он разругал демократию, правительство, потому что он считал, что управлять страной должен человек, который учился правлению, и разругал философов. Ну, ему, конечно, припаяли еще его увлечение красотой аристократов молодых греческих, и поскольку суд был демократический, то ему предложили самому покончить жизнь, что он и сделал, в общем, выпив яд. Если можно, да, я хотел так уйти от печальной темы, но у Платона есть совершенно поразительное высказывание, из которого сейчас родится мой следующий вопрос. Платон, вы, наверное, знаете, сказал, вот, кстати, я вам это тоже скажу, это поразительные слова, он сказал, что искусство – это то, что превращает мертвое в живое. Вот, если вдуматься, это совершенно поразительные слова, скажите мне, пожалуйста, а что превращает музыку? Музыка – это написанные на белой бумажке крючочки, которых никто, кроме… Я вообще очень долго думал, что это какой-то вы обманываете музыканты, что вы читаете ноты. Это невозможно читать, ну, как-то нет никакого смысла. На самом деле, вот, только музыка… А что нужно, чтобы вот эти мертвые крючочки стали живой музыкой? Ну, я не буду вставать, как Миша Жванецкий, ладно? Нет, мне надо, зачем? Мы сидим, так беседуем, тут еще есть. Ну, во-первых, нужно, можно вспомнить высказывание Сергея Васильевича Рахманинова о музыке. Его как-то один издатель попросил высказаться, что он думает мэтр о музыке, как он себе представляет музыку вообще как таковую. Потому что этот издатель собирал высказывания о музыке очень многих выдающихся людей. И вот Рахманинов ему написал, вы меня спрашиваете, что такое музыка? Это тихая летняя ночь, это шелест живых листьев, это отдаленный вечерний звон, это то, что рождается в сердце и идет к сердцу. Музыка – это любовь. Вот так написал Рахманинов. Да, это замечательные совершенно слова, но вот когда вы, я хочу сказать всем присутствующим, может, не в курсе, что Владимир Теодорович выдающийся музыкант и выдающийся дирижер, ему нельзя эти слова говорить, он мне даже на эфир один раз сказал, никогда мне так не говорит, но я один раз, я больше не буду. Вот когда вы дирижер, меня сейчас интересует, я сегодня узнал, что в оркестре 110 человек. Вот как сделать так, чтобы эти 110 человек из мертвых бумажек сделали живую музыку? Во-первых, это не мертвые, так вот, эти точки, которые находятся на нотном стане. Это в действительности закодированная эмоция. Вот в чем дело. И наша задача – раскрыть вот это внутреннее содержание, которое люди вложили. Это мысли человеческие. Вот так же, как жест, он тоже есть продолжение мысли у актера, правильно? Вы же занимались этим. И то же самое с нотами. Это закодированные эмоции, это мысли, которые композитор вложил в то или иное сочинение. Как правило, это вечные мысли, если этот человек, композитор в данном случае, выдающийся или очень талантливый. Как? Вот я спрашивал у всех великих дирижеров, я обеседовал, мне так повезло, с большим количеством замечательных дирижеров, начиная с Евгения Колбова. Только Юрий Хатойевич Тимирканов мне объяснил конкретно, что такое дирижер. Он сказал, что дирижер – это гипнотизер. Что делает дирижер? Он гипнотизирует. А что делает дирижер? Ну, я не буду вам рассказывать, что это огромная, кропотливая работа. Это все Юрий Хатойевич опустил, конечно. Потому что нужно, так сказать, понять, о чем это сочинение. Нужно понять, когда это сочинение создавалось. Нужно понять, что в это время испытывал композитор, какие его идеи оборевали. И нужно сказать это все своим голосом. И я почувствовал, что я дирижер однажды. Когда-то мне Бернстайн сказал, вот ты станешь дирижером тогда, когда ты будешь дирижировать так, как ты играешь на скрипке. Много времени прошло с тех пор. Я занимаюсь дирижированием давно. Я учился пять лет у Израиля Борисовича Гусмана. И по-настоящему понял одно очень простое, на первый взгляд. Оказалось, очень сложное высказывание Леонарда Бернстайна, который мне как-то сказал, у него такие были подогреческие руки. Сказал, Владимир, Я могу научить любого идиота, как дирижировать на семь. Но на два, на три, на четыре – это очень трудно. Я говорю, почему Леонарда? Он говорит, потому что должна быть музыка между этими движениями. Это, может быть, вам очень сложно понять, но я вам объясню сейчас по-другому. Как-то меня пригласили в Китай на встречу с симфоническим оркестром. Вышел дирижер. Сидят там 110, 115, 120 человек китайцев. Для нас они все, в общем-то, похожи на одно лицо. Так же, как и мы для них. Мы с вами, например. И дирижер продирижировал первую часть симфонии Чайковского, четвертой. Ну, я поаплодировал и уже собирался уйти. Похвалил очень, сказал все. Он говорит, нет, вот вам палочка, продирижируйте, пожалуйста, симфонию Чайковского, которую я только что дирижировал. Я говорю, ну как, зачем? Ну, говорит, я вас прошу, я хочу услышать, вот как вы это себе представляете. Но дело в том, что, понимаете, музыка, скажем, русская музыка, она связана с человеческой речью, с языком. Об этом мало говорят, но это так и есть. Так же, как немецкая музыка связана с немецким языком, французская с французским. И, конечно, когда иностранец говорит на русском языке, вы слышите это. Если он, конечно, до 12 лет не жил в России. И это не его язык родной. То же самое, конечно, играли китайцы по-китайски. Концерт, этот самый, симфонию Чайковского. Ну, что мне пришлось сделать? Пришлось встать, взять его палочку. А дело в том, что у меня там в первой части есть некоторые вещи, которые не написаны Чайковским. Например, смены темпов. Там есть такое место. Вот оно так звучит. И вот в этом месте я это интерпретировал таким образом, что Чайковский, он был в парадном Петербурге, жил. Были балы. И вот молодые кадеты на первый бал они приглашали невинных чудесных девушек, которые, как Наташа Ростова, подушили себе за ушком духами. И вот они стоят. И я себе представил, что это вот кадеты. И вдруг девушки. И вот представляете, не зная языка, гипнотизерство, я имею в виду, они заиграли то, что я, как я хотел. Так что тут есть нечто необъясненное. Скажите, это значит, что когда, ну я не знаю, итальянский дирижер режиссирует Чайковским, то Чайковский звучит с акцентом как бы? Да, часто мы это замечаем. А это заметно только профессионалам или слушателям внимательным? Ну, внимательным слушателям тоже заметно. А с другой стороны, когда вы играете, не знаю, Вагнера, он тоже звучит Моцарт, а Моцарт... Ну, вот поэтому нас всех критикуют, когда мы туда приезжаем, что мы не умеем играть Моцарта, Бетховена. А правильно критикуют или справедливо? Бывает, что справедливо. И вас критикуют? Давид Федорович, например, очень боялся играть в ойстрах концерты Моцарта в Вене, скажем, или в Германии. Потому что мне вот рассказывали музыканты, что он просто был, что называется, не в своей тарелке, когда ему приходилось играть Моцарт. Моцарт в Вене, в Москве и в Париже по определению звучит по-разному? Бывает. Но мне повезло в отношении Моцарта и ряда немецких композиторов, потому что когда я приехал первый раз в Вену на замечательный фестиваль Wiener Festwochen, венские праздничные празднества, как бы, да, недели праздничной недели, играл там с Клавдио Абадо, то у меня была еще неделя свободного времени. И люди, которые меня принимали, они сказали, вы хотите посетить мастер-классы Эрика Верба? Это был такой человек, который, ну, как говорят американцы, коуч, то есть он вел певцов, помогал певцам работать. И в это время Криста Людвиг там была, великая певица. Он сидел за роялями, играл, показывал, так сказать, как нужно фразировать, фразировать, скажем, там, Гуга Вольфа, Моцарта, Рихарда Штрауса, Малера. И это все родилось из песен. Знаете, я впервые понял, как это надо играть, откуда. Потому что очень важно, так же, как о человеке, знать его корни. Тогда есть возможность приблизиться к правильному исполнению. Мы с вами сейчас вот говорили в вашем кабинете. Я все-таки хочу, если вы захотите, чтобы вы об этом подробнее рассказали. Я спросил вас, а скрипка живая? Вы сказали, конечно. Я сказал, а что, у скрипки есть характер? Вы сказали, конечно. Это можно объяснить? Скрипка вообще для нас это такой кусок дерева с натянутыми струнами. А при этом у нее есть характер и душа? Ну, для меня скрипка – это женщина. Аплодисменты, мне кажется, должны. Дело в том, что во французском языке это почему-то мужчина. Но сама форма скрипки, она форма женщины. Не зря Энгра наклеил на женский торст сзади эфы и получилась вот скрипка Энгра. Знаменитая, да? Действительно, у нее такой вот характер. Энгер очень сложный. Ревнивая женщина и со своими странностями. Вы даже не можете себе представить, когда я долго на ней не играю, что с ней происходит. Она рычит, она расстраивается, колки падают. Вы понимаете? Ее нужно любить. Это как Франсуаза Саган сказала о женщине. Чтобы женщина была любимой, нужно, чтобы она желательно была красивой. А чтобы женщина была красивой, она обязательно должна быть любимой. Скажите, а вот если... Ну, такое представим себе, что вы даете скрипку, вот это ваша скрипка, вы даете какому-нибудь замечательному музыканту, или, наоборот, мальчику молодому. Он сможет на ней играть? И скрипка захочет с ним играть, с другим человеком? Вот вы сказали, что она ревнивая. Сразу не захочет. Это вы сейчас... Это вот правда? Абсолютно, чистая правда. Мало того, если оставляю я скрипку, и кто-то на ней поиграл, я сразу слышу, что кто-то на ней поиграл. То есть скрипка – это живое существо, которое есть душа и характер? Да, душа характер. А вы с ней разговариваете? Прошу иногда ее смелости надо мной помочь. И она добрая? Она добрая женщина? Она ко мне хорошо относится снисходительной, я бы сказал. Вот вы знаете, я хочу вам сказать, что, как вы, может быть, догадываетесь, я брал интервью очень большого количества людей, встречался с огромным количеством людей. Владимир Теодорович, среди них, там я не буду опять, я больше уже все сказал про величие, невероятно воспитанный человек. Вы человек, который потрясающе воспитанный. Я думаю, что будет правильно на такой вечер вас спросить о ваших родителях и о том, как вас воспитывали. Вас воспитывали в строгости, вас заставляли играть на скрипке и били прутиком или нет? Или как это все происходило? Вообще, меня, конечно, немножко заставляли, но поскольку отец у меня простой инженер был, он вообще пошел на третий день войны добровольцем на украинский фронт. Мать пережила блокаду Ленинграда все 900 дней. Это тоже особо статья, потому что вы знаете, что блокадники – это другие люди, не такие, как мы. И это породило в них удивительную доброту и чуткость, заложенную, в общем-то, в человеке. Но иногда я их обманывал. Это грех такой у меня был в детстве, потому что они соседям говорили, вы послушайте, чтобы Вова играл на скрипке. А я очень любил читать. И вот, поскольку так не было, икры там черной, паюсной, или еще какой-нибудь другой, то был кусок хлеба с сахаром, допустим. Там была пластинка Давида Федоровича Ойстраха, где он соло играл Баха. Я ее заводил, ложился на диван с куском этого черного хлеба, и он играл целый день. А вас наказывали? Извините за это признание. В грехах нужно признаваться. А вас наказывали? Нет, один раз только меня наказал отец за неправду, которую я сказал. Наказал как? В угол поставил? Нет, стукнул как следует, честно сказать. Он был довольно крепкий человек, потому что в молодости он работал грузчиком в Одесском порту, и его удар был очень крепкий. Я летел как шагаловский персонаж по комнате до батареи, чуть голову не разбил себе. Ну, еще там наказывали меня. Брили, например, наголо. Ну, было тоже такое. Зачем? Ну, это была форма наказания такая. Потому что меня отец ударил в своей жизни один раз только за неправду, которую я сказал, потому что он заехал в школу за мной, думая, что я там занимаюсь, а я пошел с приятелем в кино. Ну, и когда я пришел, он сказал, ты был в школе? Я говорю, да. А ты занимался? Я говорю, да. Ну, вот и все. А побрили вас? Побрили меня... Ну, уж раз такое... Побрили меня... Была очень холодная зима в Ленинграде. Я это помню. Дело в том, что... Ну, я так вообще проказничал как-то, любил такие интересные формы проказа. Например, я поджег пентелиновые таблетки в школе. А они ведь из плесени. Можете себе представить, какой был запах. В общем, мне удалось сорвать не один час, а все шесть. Ну, у меня всегда находится какой-то человек, который обязательно должен понравиться заочу. Ну, и меня выдали. И вызвали отца, исключили меня на две недели из школы. Такая была Елизавета Мартыновна. С таким страшным голосом ее все боялись. Она кричала. «Милаков, тебя в школе не будет!» Вот. И мы идем. Отец меня не стукнул. Ничего, идем. Зима. Я в такой шапке-ушанке. Я говорю, пап, куда мы идем? Он говорит, в прикмайкерскую. Я говорю, а почему паримайкерскую? Я же недавно стригся. Он говорит, ну, надо постричься еще немножко тебя. Ну, я сел. Завязали меня белым, белой простыней. Все. И человек, паримайкер спрашивает, «Как мальчика встречи?» Он говорит, под нулевку. Я в ужасе был, конечно, совершенно. И я помню этот жест, когда вот эта машинка страшная пошла вот так вот. А я только, это был шестой класс, я только намазывал себе волосы там лимонадом, чтобы они хорошо лежали. И вот я помню это ощущение, полетели эти волосы. Я шел по улице, шапка в два раза больше стала. Глаза какие-то стали как у Маяковского сразу. И кто к нам приходил, я бежал первым открывать двери и говорил, «Вы посмотрите, что со мной сделали». Ну, так продолжалось вот недели две. А потом был отчетный концерт школы, на котором я был обязан играть. Я все думал, как же я выйду перед этими людьми, сейчас с такой лысой головой кошмарной. Я до конца разыгрывался в этой шапке. Ну, потом, когда я вышел, зал, конечно, охнул. Но я хорошо сыграл. И после этого это наказание так понравилось другим родителям, что через пять дней там было уже человек восемь бритых наголо. Так что мы организовали союз бритоголовых. Скажите, детство – это вообще же такая тяжелая пора в жизни человека, на самом деле, хотя потом вспоминается как счастливая. А вы в детстве, наверное, как все дети, вы страдали. Ну, наверное, вот когда вас обрели на носа, вы страдали. А как вы страдали? Вот когда вы печалились, маленький человек, вы что делали? Ну, по поводу детства, я бы рекомендовал прочесть Марселя Пруста. Не того, о котором говорит Владимир Владимирович Познер. А вы читали Пруста, спрашивает он, у Мутко. Так вот, если почитать, допустим, по направлению к Свану, то понимаешь вообще, что происходит в душе ребенка маленького, который ждет, чтобы мама его поцеловала на ночь. и что происходит внутри этого маленького человечка, у которого бьется учащенное сердце, когда он ждет, что наконец придет мама сейчас, а мама все не приходит, потому что там гости внизу, и что происходит, и как это все происходит, и какая-то почва для того, чтобы будущее у человека, какое будущее становится. Понимаете, так что действительно мы родом из детства, и связаны с этим очень сильно. А вы переживали в детстве, или было такое счастливое, радостное, и недопреживание было? Ну, пообрели один раз, а так все в остальном было хорошо. В остальном было, в общем-то, хорошо. У меня были очень добрые родители, и я всегда был в компании каких-то ребят, которых мама всегда кормила. Это был, как правило, сын пожарника или сын дворника. Я опять, наверное, вы скажете, что это не надо говорить, но я хочу сказать, и вы, наверное, тоже знаете, что, точно знаете, очень помогает маленьким музыкантам. И я помню, у меня на эфире в ночном полете был мальчик, и он сказал, я всю жизнь буду маленький, ему было лет 12, наверное, я всю жизнь буду благодарен Спивакову. Я спросил его, за что? Он сказал, ну, вообще, это очень хороший человек. Помолчал, добавил. А еще он мне купил инструмент. Вот это меня совершенно поразило. Я хочу у вас спросить, маленький ли человек, постарший человек, отбираете ли вы человека себе в оркестр? Как определить талант исполнителя? Это можно вообще объяснить, что вот выходят люди, они же все играют, ну, они играют. А тем не менее, вот какой-то талант, как это определить? Это очень слышно. Очень слышно. Я вспоминаю, я очень часто ходил к Давиду Федоровичу Ойстрахову в восьмой класс, где он преподавал. И однажды присутствовал при следующем явлении. Пришел студент его в консерваторию и сыграл первую фразу скрипичного концерта Чайковского. Давид Федорович сказал, сыграйте еще раз. Он сыграл еще раз. Он сказал, сыграйте еще раз. Он сыграл еще раз. И вдруг Давид Федорович говорит, ну, концерт Чайковского надо будет снять. Ой, как? Почему? Я же сыграл только одну фразу. Он сказал, ну, потому как ты сыграл эту фразу, мне понятно, как ты будешь играть этот концерт. Концерт надо заменить. Это сразу слышно? Профессионалу это сразу слышно? Ну, это так же, как вы приходите к настоящему хорошему врачу, и когда вы входите в дверь, он на вас смотрит, уже многое ему становится. Ты отворачиваешься и уходишь, да? Не совсем. Знаете, как одна женщина заходит к врачу и говорит, доктор, у меня страшно кружится голова. Он говорит, вижу. Мы когда говорим про детей, чтобы закончить тему детства, вопрос, который мне очень хочется вам задать. У меня иногда складывается ощущение, что человек чем старше становится, тем становится хуже. Что вообще путь человека – это путь какого-то бесконечного ухудшения. Потому что дети все чудесные. Чуть постарше уже есть противные. И чем старше, тем этих противных больше. Человек действительно ухудшается с течением жизни. Можно я отвечу словами гениального Йосифа Бродского, который сказал, что, мне кажется, за время жизни душа приобретает смертные черты. Вот меня иногда спрашивают, не надоело ли мне брать интервью. Вот мне кажется, после такой встречи таких вопросов не должно больше быть. Потому что все, что я не ожидаю ни одного вашего ответа. То есть я предполагаю, 285 вариантов, вы выдаете 286. И мне кажется, это я хочу с вами немножко поговорить про время, про разные понятия этого времени. Первый вопрос у меня к вам такой. Кто кем руководит? Вы руководите временем или время вами? Вопрос непростой. Надо сознаться. Ну мы пошутили немножечко. Теперь давайте про время поговорим. Иногда мы нам кажется, что мы руководим временем. Но это нам только кажется. На самом деле время руководить нами. Всегда всеми? Да. Начиная от нашего рождения и кончая нашим последним часом. То есть против времени человек бессилен? Думаю, что да. Бессилен. Оно течет между пальцев, как ветер. бессилен человек. А вы ощущаете, что время уходит, что время бежит очень быстро? Вообще вы время как-то ощущаете? как Пушкин сказал, летят за днями дни и каждый час уносит частичку бытия. Вы это ощущаете? Да. Скажите, если мы поговорим, я вас задам вопрос про наше время сегодняшнее. Если представить себе, что музыка, мы говорим не про музыку, про настоящую музыку. Если представить, что она живое существо, музыке в сегодняшнее времени комфортно, уютно или в сегодняшнее время не приспособлено для музыки? Почему не приспособлено для музыки? Вот Анна Андреевна Ахматова тоже гениально сказала об этом, о чем вы спрашиваете, потому что она сказала, что музыка единственная связь добра и зла земных низин и рая. И вот когда я составляю программы, то я чувствую, что я их составляю, конечно, так, чтобы была внутренняя драматургия какая-то, чтобы слушатель как-то был в это вовлечен. И, скажем, вот на последнем концерте, который был у нас здесь, в Светлановском зале Дома музыки с Национальным филармоническим оркестром, звучали произведения Мусоргского и Шостаковича. Это близкие, несмотря на то, что их время разделяет друг к другу люди. Шостаковича инструментовал Мусоргского. Надо сознаться, что я, когда вышел на сцену дирижировать «Ночь на лысой горе», перед этим мне очень повезло, потому что я был в Париже со своими детьми и ссать вместе на выставке музея Дарсе. Там сейчас проходит выставка, которая называется «Романтизм нуар», «Черный романтизм». Вот она из 17-18 века и до конца 20 века, до Магрита, до Дерена, до Бонара. Там все ужасы, так сказать, подземного царства. Там рассказывается о Чернобоге, о котором Мусоргский написал «Ночь на лысой горе». И это отразилось, конечно, на выступлении и на моей трактовке. Она совершенно по-другому для меня заиграла, несмотря на то, что, кажется, вот связь времени, я вот об этом хочу вам сказать. Или же, скажем, во втором отделении звучала поэма для баса и оркестра «Степан Разин», которую Дмитрий Дмитриевич написал на стихи Евгения Евтушенко. И там вот говорится о том, что Стеньку Разин везут на казнь, да, его должны казнить, ему должны отрубить голову. И вот когда ему отрубили голову, то как бы человек из правительства, будем говорить сегодняшним языком, обращаясь к народу, говорит, что народ стоишь, не празднуешь, шапки в небо и пляши. Там такая музыка начинает тихо идти. Площадь что-то поняла, площадь шапки сняла. Понимаете, вот какая. И опять же, если взять о времени, мне сейчас в голову пришла мысль, что Жуковский написал много лет тому назад такую очень правильную вещь. Он написал, что многие правители думают, что их сила в их верховной власти. На самом деле их сила в достоинстве народа. А как вам кажется, если говорить о народе сегодня, у него есть достоинство? У него есть потрясающая терпимость. Хлопайте, хлопайте, это же никогда не бывает лишним. С вашей точки зрения, сегодняшнему времени, сегодняшним зрителям в общем, не тем, которые приходят до музыки, за что им отдельное спасибо, нужна культура? Вот если мы под культурой называем культуру, там книжки Улицка, Искандера, музыку хорошую, нужна сегодняшним людям? Конечно, нужна, и потому, что мы с виртуозами Москвы очень много путешествуем по нашей стране, ездим в разные регионы, в дальние самые, и на Камчатку, и во Владивосток, и куда хотите, и с национальным филармоническим оркестром, и устраиваем open-air концерты, так называемые, и переходят по 40 тысяч человек, я понимаю, что мы нужны, люди соскучились по этому, по-настоящему, и, конечно, горько очень видеть и слышать, что министерство образования сокращает часы литературы в школе, например, совершенно не задумываясь над тем, что это как раз то, что формирует человеческую личность, его духовность, то, что, собственно, чем сильна всегда была Россия. Но самое главное, что вы сказали, тоже мне, ну, то есть, важно очень понять, что наши разговоры про то, что народу нужна только попса, а это неправда все. То есть, вы видите, что это не так? Я убежден, что это не так. Люди просто соскучились, им надоело это, это просто навязанная вещь, понимаете, это все, так сказать, вот, работа специально проделывается телевидением для того, чтобы о другом люди не думали. Одни тяжелиться, люди поют под фонограмму, но им же никто не платит деньги ксероксам. Скажите, пожалуйста, в связи с предыдущим вопросом, а интеллигенция сегодня есть? Есть русская интеллигенция? Интеллигенция никуда не исчезает, это образованная часть общества, которая живет и мечтает о том, что будет по-настоящему когда-то все хорошо, и каждый интеллигентный человек на своем месте все старается для этого сделать, даже несмотря на трудности, которые есть. А голос интеллигенции сегодня доносится до людей, до народа? Позиция интеллигенции? Вот ушел Дмитрий Сергеевич Лихачев. Я был свидетелем того, как Дмитрий Сергеевич Лихачев очень скромно, не привлекая к себе внимания, вошел в большой зал консерватории, просто на концерт и зал встал. Он никаких, просто сначала один человек, второй, третий, потом все встали. Вот сегодня есть люди, которым прислушивается интеллигенция, или интеллигенты, которым прислушивается народ? Или таких людей нет? Или мы слушаем только политиков? Есть такие люди, конечно, о них Цветаева написала, что это голос всех безголосых. А это кто? Ну, это ученые, это музыканты, это писатели. Если брать интеллигента как тип человека, то с вашей точки зрения в чем его сила интеллигента и в чем его слабость? Во-первых, это образованный человек, чего не хватает. А слабость в том, что интеллигенты, как правило, во власть не идут. Это слабость? Ну, слабость для общества. То есть, если бы интеллигенты перебороли себя и пошли во власть, была бы другая жизнь? Их не интересует это особенно, потому что это другая совершенно сфера деятельности. Другая сфера деятельности. Я вот просто думаю, что каждый интеллигентный человек живет как бы в своем пространстве. и старается в своем пространстве сделать что-то хорошее и доброе. Я переведу разговор на совсем другую тему. Я думаю, это я не открою же тайну, если расскажу, какую мне подарили фотографию. Можно расскажу? Фотография следующая. Краткое содержание фотографии. Стоит обнаженный по пояс Владимир Спиваков, под которым лежит убитый им крокодил. И я сегодня Владимир сказал, хотите, я вас удивлю, вы меня потрясли, потому что я узнал, что вы ездите в Африку, что мне кажется вам по себе подвиг, и еще там не просто ходите, а ходите, убиваете там крокодилов и так далее. У меня простой вопрос русского интеллигента, а вам не страшно? Страшно что? Вот ехать в Африку убивать крокодилов. Ну, я не только за этим езжу туда, как говорит мой друг, который меня туда приглашает, нужно время от времени менять картинку. Ну, многие люди едут в Баден-Баден менять картинку, а вы все-таки... Мне это неинтересно. А расскажите, как происходит охота? Вот приятно, мне кажется, в Доме музыки у Спивакова задать такой вопрос, как происходит охота на крокодилов? Во-первых, я не убиваю никого, кроме змеи и крокодилов. Потому что там импалы, скажем, или антилопы какие-нибудь, ну, это живые существа, для меня, мне их очень жалко, это я не могу. А змеи, как бы... змеи... Я понимаю, абсолютно, змеи не приятно. Это дьявол, да. Однажды я очень поплатился за свою встречу со змеей, потому что там наши люди, которые сопровождают из местных жителей, потому что без них нельзя охотиться. Они потрясающие совершенно следопыты, у них потрясающее зрение, нюх, они знают, где, кто, что, как. И вдруг эти два человека, которые вели машину, стали кричать мамба, 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 я думал, что мамба, самба, что-то такое, да. И вдруг увидел на расстоянии метра от себя огромную змею, черная мамба, которая встает на три четверти своего роста, своей длины. Она и так-то два метра длиной, понимаете, с чем-то. Ну, и пришлось срочно схватить ружье и пальнуть нее, но из-за того, что ружье нужно очень хорошо прикладывать к плечу. Я этого не сделал в попыхах, то оптический прибор вот этот мне попал в переносицу. Я, лицо было все залито кровью, но змея убита. Если бы вы не попали? То есть могло случиться так, что мы бы с вами не беседовали сегодня. Но там была одна история, которую, может быть, стоит рассказать. Я был в последнем путешествии в Центральной Африканской Республике. Я был в трех странах. в Намибии, в Зимбабве и в Центральной Африканской Республике. И я прилетел туда из города Львова, зная, что охотники, которые там собрались, едят уже из... бульон варят из кубиков, там и так далее, уже нечего там есть. Это страшно бедная страна, ужасно бедная. то я в Украине попросил своих друзей на рынке купить всякие продукты и так далее. И к тому же там боржоми свободно продавался. Я привез два ящика боржоми и там всякие вкусности, сало в том числе. Вы знаете, что это украинская народная песня о сало мио. И совершенно я не ожидал, что глава вот этой вот вот этого как бы объединения охотничьего хозяйства, он француз, который залез в интернет, выяснил, кто я, что я, и пришел ко мне и сказал, мэтр, я не ожидал, что вы вообще приедете к нам. У меня колоссальная к вам просьба. Я говорю, какая? Я вижу, что вы со скрипкой здесь. Я действительно после концерта прилетел. Вы можете сыграть для нашей деревни? Я говорю, ну хорошо, сыграю. И вот в последний день перед нашим отъездом пришла деревня эта. Ну, надо сказать, что там было человек 40-50, ужасно, бедно, одетый, кошмарно совершенно. Ну, я им вначале сыграл. Соло. А что вы играете? Ну, я им сыграл там сольную такую молитву. И в благодарность они стали танцевать. Вместо музыкального инструмента была такая пустая канистра из полиэтилена. Человек, который как бы играл на ней, он держал такой пруд длинный, слюнявил его и вот так делал такие движения. И это вот давал. И вот потом они стали петь, спели песню. Спели песню, и причем там женщина обвешанная детьми, полуголые совершенно стояли. Когда я услышал эту песню, я схватил скрипку и повторил то, что они играли, то, что они пели. надо сказать, что вот в этот момент воцарилась библейская тишина. Я такой тишины не помню, потому что они стояли и смотрели, что белый человек на незнакомом инструменте играет музыку, воспроизводит ту, с которой они, может быть, со своими богами общаются. Понимаете? Ну, и после этого вообще такое братание произошло. Скажите, пожалуйста, а вы когда-нибудь бываете в жизни один? Очень часто, даже когда со всеми. Это как? Ну, я иногда не слышу вообще, что мне люди говорят. Если у меня в голове в это время музыка, она все время часто очень звучит. А вы боитесь одиночества? Нет, я абсолютно не боюсь одиночества. А что-то вы, вот, я уверен, что среди людей, которые пришли сегодня к нам и среди людей, которые там может это посмотреть, то, что мы с вами говорим, есть очень много людей, которые не могут преодолеть одиночество, вот, они страдают от одиночества. Вы что-то им можете посоветовать? Что им делать? Человек, который чувствует себя лишним, одиноким и невостребованным? Ну, я счастливый человек, потому что у меня есть работа, и я постоянно о ней думаю. Я думаю, что ученые тоже счастливые люди, многие люди, которые любят свою работу, они о ней думают. Это заставляет человека не оставаться как бы наедине со своими мыслями, которые часто достаточно сложные, я бы сказал, да? но иногда мне хочется где-нибудь оказаться на раскладушке в лесу под Рязанью, честно вам признаюсь. Скажите, пожалуйста, я просто хочу это понять, когда человек занимается каким-то делом с невероятной страстью, неважно каким, ну, например, музыка, неважно, каким-то таким делом тебе более творческим, ему кто-нибудь нужен вообще, кроме дела? Друзья, любимые, нужны ему по большому счету? Ну, когда человек страстный и страстно занимается тем, что он любит, в принципе, ему никто не нужен, если это у него в голове, но для того, чтобы это прозвучало потом, нужен, конечно, оркестр или нужна публика, для которой вы будете это играть. А друзья? Друзья тоже нужны, конечно. А чем отличается дружба в детстве от дружбы в зрелые годы? В детстве безмятежная дружба совершенно вообще. Вот вы правильно сказали, что человек как-то становится другим, да? у нас есть в фонде, благотворительном фонде в моем такая программа, которая называется «Дети на обочине». дети из сегодняшней жизни приезжают в детские колонии, которых у нас очень много, где сидят дети, как бы малолетние преступники, но они же не родились преступниками. И вот однажды я приехал в Ростов, меня встречает какой-то человек очень сурового вида с цветами, подходит и говорит, Владимир Тодорович, я начальник колонии, там номер такой-то и так далее. Я говорю, что? Он говорит, я вот вам цветы принес, потому что я потрясен совершенно. Я говорю, что, вот ваши дети были в нашей колонии и те, кто сидит у нас, они плакали. Я даже не мог предположить, что на них так подействует музыка. Потом они подходили, трогали девочек за косички, за платье рассматривали. Все это для них вот как луч света в темном царстве. Это приезжают музыканты в колонию и края для преступников? Да. Это вы придумали? Это придумали люди, с которыми я работаю в фонде. Я это приветствую. Это, по-моему, невероятно просто. А вы почему про это не рассказываете так широко? И вообще, почему вы я вот расскажу вам один случай, поскольку это было уже давно. Пришел Владимир Тодорович на эфир тогда ночного полета с перевязанной рукой. Я спросил, что случилось, он сказал, я не помню, честно говоря, что-то было, был какой-то взрыв, в общем, он сдавал кровь. Просто он пошел в донорский пункт и сдал кровь. Я говорю, давайте об этом расскажем. Он сказал, ни за что на свете. Я сдавал кровь на то, чтобы об этом рассказывали. А почему вот вы про такие вещи не рассказываете? Вот про детей, про это, про все. Ну, как-то мне неловко. И так как-то я себя стесненно чувствую. Но то, что вы рассказали, это действительно случилось после того, как это был Беслан. И собирали кровь для детей. Несмотря на то, что 12 сентября у меня был день рождения, я капли пива даже не взял в рот. Потому что я знал, что 13-го числа я иду в пункт к Склифосовскому для того, чтобы отдать кровь. Ну, поскольку у нас такая интимная компания сегодня и вы затронули эти тему, о которой я, в общем, никогда не говорил никому, я первый раз сдавал кровь. Оказалось, что это не такое простое дело. Потому что передо мной пришел солдатик, который тоже сдавал кровь, сказал несколько слов и упал в обморок. Ну, я не упал в обморок, но несколько дней после этого я чувствовал себя просто новорожденным жеребенком. У меня ноги как-то не ходили, заплетались. Это, в общем, оказывается непросто. Так что доноры, которые отдают свою кровь, это подвиг человеческий. Я хочу вас спросить. Вы абсолютно свободный человек. так кажется в том смысле, что вы живете так, как вы считаете нужным. Я понимаю, что вы зависите от семьи, от много чего, но вы живете так, как вы считаете нужным. Человека можно научить быть свободным? Или это дается, или не дается? Я вам признаюсь, ладно, раз уж так получилось сегодня, что мы говорим правду. У меня в скрипке лежит маленькая записочка такая. Это молитва Ильина, философа русского, которая заканчивается словами «Дай Господь мне свободу, чтобы выполнить твою волю». Я хочу вам сказать, что любой самый-самый московский театр позавидовал бы той тишине, которая бывает после того, как я задам вопрос. Все так ждут ответа, это вообще потрясающе такая лежит, мертвая тишина. Все-таки я хочу понять, вот это отношение к свободе воспитуемо, потому что мы в общем все теоретически хотим, чтобы наши дети были свободны. Это можно воспитать? Или ребенок на тебя смотрит и берет с тебя пример? Или это вообще как бы Бог дает или не дает? К сожалению, условия жизни очень трудные и тяжелые. Если вы вспомните предыдущий век, сколько там было пролито крови, войн и всего прочего, то и взгляните сегодняшними глазами, когда мы сидим, смотрим телевизор и спокойно совершенно диктор говорит, что там убили 20 человек, там убили 100 человек, здесь нашли трупы 100 тысяч, черепа и так далее. И дальше переходят. Сейчас новости спорта. Ну, понимаете, это получилось так, что человеческая личность уничтожается этим. Хотя вот замечательно сказал Мандельштам когда-то мне на плечи кидается век волкодав, но не волк, а по крови своей. Человек не волк. Но когда он попадает в такое окружение, он теряет самое главное, что должно быть у человека, это свобода выбора. Когда он попадает в массу, масса становится иногда неуправляемой. Она может пойти и налево, и направо, убить или распять. Понимаете? Очень, очень сложно. но думаю, что внутри каждого человека есть ощущение жажды этой свободы внутренней. Да, есть она. То есть каждый человек рождается свободным? Совершенно свободным невозможно родиться, потому что даже в слове смертный уже есть слово смерть в корень, да? Потому что мы рождаемся как бы уже во власти конца. Мы приходим в мир одинокими и уходим в мир одинокими. Ну, бывают, конечно, философы, которые очень красиво облекут это в чудесную форму, как, например, Паскаль, который сказал, что наша жизнь это воспоминание об одном мимолетном дне, проведенном в гостях. Скажите, а вы думаете о смерти? Конечно. У меня на эфире наблюдателя была недавно такая замечательная поэта философ Седокова. Она сказала, что одна из бед нашей цивилизации в целом в том, что для нас смерть запретная тема. Хотя на протяжении истории человечества люди говорили о смерти и смерть как-то очень организовывала. Вот вы когда размышляете о смерти это вас организует или это вас печалит или что происходит? Ну, во-первых, написано в Писании, что Бог смерти не сотворил. Это первое. Второе, апостол Павел говорил о том, что смерть это последний враг. это 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 но думать об этом нужно и поскольку я сталкиваюсь все время с сочинениями в которых звучит Диэс Иры то есть День Гнева это мелодия которая как бы приписывают монаху 13 века Фомы его звали Фома Ди Челана из Челана он был это становится частью реквима то есть Диэс Иры День Гнева День Страшного Суда ну во всяком случае в христианской религии это очень важная тема потому что когда Господь пришел в мир он сказал что я принес мир свет но люди почему-то выбирают тьму и вот этот день как бы День Суда об этом все время очень многие композиторы думали и Берлиоз и Мендельсон и особенно Рахманинов и Шостакович и Бах и особенно Рахманинов и у него это во многих очень сочинениях с самого начала его первой симфонии у которой была ужасная судьба потому что ее провалил Глазунов в Питере в Санкт-Петербурге тогда в Петербурге точнее тогда и я когда прихожу через шестой подъезд поднимаюсь в Ленинградскую филармонию всегда смотрю на эти ступеньки и думаю о том что Сергей Васильевич вот сбежал после исполнения ужасающего и чуть не покончил жизнь самоубийством спасибо доктору Далю который тогда его начал лечить кстати методом гипноза который был вновь совершенно и дело в том что Рахманинов ощущал мне кажется вот эту тему страшного суда как тему сегодняшнего дня сегодняшнего момента потому что в конечном итоге мы все время должны сделать выбор между добром и злом куда мы пойдем туда или туда и вот я сколько хотел сделать так чтобы здесь не звучал телефон пока это не удается из-за того что правительственная связь должна быть все время включена а ваше размышление о смерти каковы ну нужно к этому готовиться и это возможно да возможно надо что-то после себя хорошее оставить вот я считаю что дети которые прошли через благотворительный фонд а их 20 тысяч уже накопилось примерно и не буду от вас скрывать сделано приблизительно 111 медицинских операций причем часто очень на очень сложных на открытом сердце у детей и в частности вот кальмарский фестиваль которому 25 лет закончится 14 июля этого года а 19 на 19 число назначена операция маленькой девочки полуторагодовалой в Германии в Берлине на открытом сердце и вот вместе с Женей Кисиным мы помогли поможем надеюсь осуществиться и девочка как врачи обещают ей будет даровано долгая счастливая жизнь так что я думаю что вот эти дети которые прошли через фонд каким-то образом соприкоснулись с этим добром и почувствовали что их могут любить не только их родители а совершенно чужие люди то и они тоже понесут это чувство дальше в мир а любить трудно или любить любовь естественно естественно по-моему очень то есть любить не трудно а почему мы так редко любим я не говорю сейчас про мужчину женщину вот мы почему так редко любим даже собственных детей почему мы предпочитаем детей воспитывать а не любить а уж не говорю про чужих детей почему мы так тяжело любим если это легко Ну, во-первых, когда говорим «мы», это всегда не подразумевает «я». Нет, в данном случае подразумевает. Я тоже так. Я такой же. Я очень рад за вас тогда. Я тоже такой же. А почему? Ну, почему? Ну, потому. Хорошо. Хорошо. Мы сейчас беседуем час, на самом деле, что, мне кажется, невероятно. Я сейчас посмотрю, есть ли записки. Есть записки. Возьму записки. Секундочку, вы можете пока попить воды. Секунду, я вернусь. Как все замечательно организовано. Я смотрю, только горжусь дома музыкой. Людьми, которые все это сделали, положили, видите, футляра. Декорацию сделали. Я вам скажу, что это личный футляр Саши Оржановой, которая вот это все организует. И она его ни разу не забыла. А я думал, что это Митя Черняков. Я говорил Владимиру Теодоровичу, что потрясающие приходят к вам люди. Я вам зачитаю записку. В Евангелии от Матвея сказано, мир во зле лежит. Ваш благотворительный фонд и детский фестиваль надежды на спасение. Вот где такая записка может быть в этой стране? Такой вопрос. Ну, мир во зле лежит. Это действительно сказал евангелист. После этого следует что? После этого человек спрашивает, где ты, создавший этот тяжкий мир? На что евангелист отвечает, это ты таким сделал этот мир, человек, поселив здесь ненависть, вражду, нетерпимость. Ты топчешь свой образ. И я вам хочу сказать еще на это, что там есть замечательная, очень парадоксальная мысль такая, которая не сразу вообще понятна. Тем, кто имеет, еще одно будет, а те, у кого нет, отнимется. Оказывается, это означает, что те, у которых еще есть какое-то зернышко духовности, те еще получат, а те, кто потерял человечность, у тех отнимется. Я ловлю себя на полном отсутствии профессионализма, потому что я хочу так сесть и слушать, а нужно задавать вопросы. Мечтали ли вы в юности, что у вас когда-нибудь будет свой дом музыки? И вот очень, мне кажется, важный вопрос. О чем вы мечтаете сейчас? Я, конечно, не мечтал об этом вообще, мне такая мысль в голову не приходила, но когда я повзрослел немножко и поездил по миру, мне стало очень обидно, что в столице нашей Родины нету зала. Практически сто лет не строили ничего, я не беру, конечно, зал имени Петра Ильича Чайковского, который построили для Мейерхольда. И мне пришлось восемь лет уговаривать Юрия Михайловича Лужкова, чтобы после храма Христа Спасителя он себе еще один памятник сделал. Как вы это делаете? Вот вы ходите, вот как, вот восемь лет только, это что значит? Где я встречал Юрия Михайловича, я все время ему говорил, Юрий Михайлович, ну давайте построим, сделайте так вот, ну в Москве нет зала, ну как, вы уж все-таки такой строитель великий, ну надо построить зал в Москве. Ну, в общем... Так восемь лет? Нет, так восемь лет. И вот он пришел на один из концертов в Большой зал консерватории, я помню. Тогда мы во втором отделении с Виртуозом Москвы исполняли райок Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, где он, конечно, высмеивает всех начальников, и Сталина в том числе, и Жданова, и так далее, и так далее. Так что любой человек из властных структур мог почувствовать что-то такое этакое, потому что Шостакович, как гений, он смотрел вперед на много лет. Вот. И на этом же концерте присутствовал тогда Борис Николаевич Ельцин, присутствовал Чубайс, который не ел пирожков, потому что боялся, может быть, что там отрава может быть какая-нибудь. Вот. И они друг с другом не разговаривали, были в одном помещении, там, с правой стороны, в консерватории. Я тогда подошел к Борису Николаевичу и сказал, ну, Борис Николаевич, ну, как президент, вы можете подействовать на мэра столицы Юрия Михайловича, чтобы он построил зал? Он говорит, а чего, пусть построит. И все, и так все решилось. Ну, он сказал, Юрий Михайлович, завтра суббота в 8.15 утра я тебя жду в мэре. Я приехал в 8-10, меня пропустили, я пришел, он сказал, ну, будем строить дом музыки, деньги найдем, все сделаем, все. Я с турками договорился уже, в принципе, компания «Энко», ну, и стали строить этот дом музыки. Но я с самого начала говорил о том, что вот эта форма очень сложна для акустики. И мне очень повезло, потому что человек, который руководил этой турецкой фирмой, Шарик Тара, он большой любитель музыки. Даже когда он плавает у себя в бассейне в Стамбуле, в своем доме, у него звучат диски, музыка Чайковского, Бетховена и так далее. И вот я дирижировал как-то в Милане в Театре Ласкало. Он приехал с целой группой турецких своих строителей и сказал, что его страшно беспокоит проблема акустики, потому что это сложная очень постройка и все такое прочее. Я сказал, что меня тоже это беспокоит. Поговорил с Юрием Михайловичем, но он в данном случае меня не послушал. Спасибо на то, что он построил. Он меня не послушал, потому что другие люди, видимо, более весомые и важные. Ему сказали, ну что там, Юрий Михайлович, оркестр как сядет, как даст, так и все будет. Ну вот, оркестр вышел, дал и ничего. И пришлось ждать 10 лет, пока я не уговорил Сергея Семеновича Собянина дать деньги на исправление этих недостатков. Сегодня замечательная акустика в Светлановском зале. Мне доверил Сергей Семенович выбор человека, который делал бы эту акустику. Это оказался американский инженер, который получил 5 Оскаров за свою деятельность. Это называется акустический инженеринг. И вот за это он получил 5 Оскаров. Я играл во многих залах, которые он сделал, ну вот, акустику в этих залах. Это был зал в Бирмингеме, это был зал в Сингапуре, это был зал в Сиэтле, это был зал в Лос-Анджелесе. И Карнеги Холл он тоже исправлял, и, наверное, еще какие-то зала. Он сказал, что для него большая честь. И вот они сделали эту акустику. И когда он закончил, я послушал, как звучит оркестр замечательно. Он ко мне пришел в кабинет. Я сказал, что у меня нет ничего вам подарить на память. Ну вот, я поставил стул посередине и сказал, я вам поиграю. И мы вместе с пианисткой Зоей Абуллиц полчаса ему играли. Он был в слезах, сказал, что такого никогда не забудет подарка. О чем я мечтаю, я вам скажу, в связи с Домом музыки. Опять же, вспомню Вену и свой первый концерт на этом фестивале. А до этого меня привела в этот зал, потому что я никогда не видел этот золотой зал. Еще трансляций не было тогда, первоянварских новогоднего концерта. Оттуда я пришел, увидел этот зал, а меня привела такая женщина, немолодая уже. Она графиня была, графиня Мошуар. Ее звали. Она меня повела на второй этаж и сказала, вот это ложа, вот это место, где я в детстве сидела со своей бабушкой. Вот я мечтаю, чтобы в Доме музыки сложилась такая ситуация, чтобы пришла женщина и сказала, вот когда-то, только после постройки Дома музыки, я сидела в Светлановском зале, слушала музыку и была вместе со своей бабушкой. Здесь на такой красивой бумажке, на которой написано «Спасибо вам за все». Такой вопрос. Будете ли вы открывать фестиваль в Кальмаре? Открывать фестиваль в Кальмаре. Ну, 25-й год проходит фестиваль в Кальмаре. Я уже собираюсь его закрыть, вообще-то, честно говоря. Потому что, как говорится, так долго не живут. Я, наверное, единственный из российских или вообще каких-нибудь иностранных артистических директоров в фестивале «Не своей страны». Я продержался 25 лет с французами. Это непросто, я вам честно скажу. Вы сами же не скажете, вы скажите, что у вас за значочек висит на пиджачке? Вот этот красненький, да-да-да. Вы же сами не скажете, а я так вас прошу, вы должны ответить. Ой, вы хитрый, Андрей. Да не, не, не больно. По поводу фестиваля в Кальмаре. Это маленький значок. Он мне очень помогает во Франции. Это значок офицера почетного легиона. У вас здесь ни при чем. Это президент Сарказис меня наградил. Подумал, кому бы мне дать. Он сопроводил это личным письмом, в котором было написано, что маэстро Спиваков, я с большим удовольствием сегодня утром подписал указ о награждении вас высшей наградой Франции орденом офицера почетного легиона из своего личного запаса крестов за то, что вы делаете для Франции. А помогает это мне один раз, очень помогло, потому что когда у французов снег идет в Париже или дождь, то такси едет со скоростью 7-10 километров, не больше. Я опоздал, опоздал и в конце концов опоздал на рейс в Мадрид, а мы должны были играть в Королевском доме. Я в ужасе подбежал к оформляющему билеты и говорю ему, что вот я опоздал на самолет, что делать? Он говорит, а вы 26-й, между прочим, уже в этой очереди, который опоздал на самолет. Потом он посмотрел на это и говорит, это у вас что, Легион? Я говорю, да. А вы кто? Я говорю, я вот артист русский. Он говорит, а как ваша фамилия? Я говорю, Спиваков. Он говорит, сядьте на это место. Я сел. Следующий рейс, первым человеком. Еще Спиваков, Сильвуплей, Живузатан. Спрашивают вас, кто вам нравится из молодых дирижеров и есть ли таланты? Таланты есть у нас в оркестре, в Национальном филармоническом оркестре есть стажерская группа. И некоторые из этой стажерской группы уже стали лауреатами международных конкурсов, крупнейших, кстати сказать, это конкурс Малера и конкурс Метрополоса. Называть не буду, чтобы никого не обидеть просто и не забыть. Интересный такой вопрос. Владимир, моя жена Алла Буркат училась с вами. Она рассказывала, что вы были крепким скрипачем в классе, но на сцене боялись. Как вы преодолели этот страх и как скоро это прошло? Вы правда боялись выступать на сцене? Я и до сих пор боюсь. Ну ладно. Правда. Мы просто виду не показывали. То есть вы выходите, сейчас мы про скрипача говорим, вы выходите с инструментом и вам страшно? Очень. А что делать? Выхода нет просто. Так же, как с вами. Я вышел и нервничал. Сейчас я немножко успокоился, но понял, что выхода-то нет. Но спасение заключается в следующем. Вы должны просто очень углубленно и сосредоточенно делать то, что вы отрепетировали. Вот когда вы это начинаете делать, это обычно не сразу приходит. Вы забываете о том, что вы на сцене, вы начинаете думать о тех задачах, которые вы перед собой ставили. Потому что очень часто я с собой занимаюсь сам, как профессор, занимается со скверным учеником. То есть это как? Учу себя. Говорю, вот здесь не так, это не так. Это тут фальшиво. Здесь отвратительный ритм. Здесь слышно. Сейчас? Ну конечно. У меня нет вопросов по этому поводу, может быть. Выход рук двух коллективов, блистательный дирижер и скрипач, президент фонда и дома музыки. Из какого источника вы черпаете силы? Даже не знаю из какого. Из своей страсти, из любви к тому, что я делаю. И я просто чувствую, что я призван вот к этому делать то, что я делаю. Хотя я отношусь это как к служению. и мне так же как любому священнику все равно там сидит пять человек у него в храме или стоит, или пять тысяч. Он просто делает. Такой вопрос вас спрашивает про ваших дочерей. Приходится ли вам им что-то советовать и прислушиваетесь ли вы к их советам? Я думаю, что нужно прислуживаться к советам детей, потому что это есть знак уважения к личности. Я вспоминаю, как однажды в детстве я как-то допустил такую ужасную оплошность. Кате, старшей дочери, было лет 12, и я сказал, этого не может быть, ты, наверное, говоришь неправду. Она говорит, папа, ты мне не веришь? И я в ужас пришел от этого. Как я мог задать такой вопрос вообще человеку? Понимаете, у нас все на доверии. А младшая неожиданно совершенно, да, я тогда про среднюю расскажу. Значит, старшая у меня, кончить, они занимались музыкой. Потому что я считаю, что это очень важно. Это, в общем-то, так вот, в философском смысле часть истины. Действительно, большой истины. Мне кажется, что вообще раньше, может быть, существовала какая-то абсолютная истина, неделимая. Но потом она грохнулась о нашу грешную землю, разбилась на мелкие куски. И вот каждый человек в поисках ищет свой кусочек истины. Они все занимались музыкой. Но старшая, в 16 лет, мне сказал, пап, я хочу заниматься кино. Она стала писать, она прекрасно пишет стихи, эссе. Средняя играла на флейте, очень хорошо играла и решила стать актрисой. Поступила в такую школу в Париже, Курфлоран называется. Это как наша студия МХАТ, один когда-то была. Это частная школа, тоже как когда-то было это у нас. И руководитель этой школы приехал ко мне в Кальмар как-то на концерт на мой с 40 еще людьми, среди которых были профессора этой школы. И после этого он устроил прием, мою часть. И вот на этом приеме он сказал, что мы, конечно, очень вам благодарны за концерт и так далее, и так далее. Но я приехал сюда, чтобы вручить вам теплом за выдающиеся достижения вашей дочери Татьяны Спиваковой. Я был, конечно, потрясен. А младшая Аня, она совершенно неожиданным образом для меня, и я об этом ничего не знал, она немножко занималась, играла на рояле, что-то такое. Вдруг две другие девочки мне говорят, пап, ты послушай, как Анька поет, пока ее нету. Включили мне запись. Я послушал и совершенно, в общем-то, пришел в полное изумление. Потому что не ожидал этого. Она пела песни в стиле соул, знаете, как Эми Вайнхаус, например, вот в таком духе. Я встретил ее, я говорю, слушай, Анечка, я послушал, ты чудно поешь, замечательно поешь. Я даже не ожидал, это для меня такая новость. А кто музыку зачинял? Она говорит, я. Я говорю, музыка неплохая. А слова? Она говорит, тоже я. Я говорю, слова ужасные. Слова ужасные. Она говорит, а что делать? Она пела на английском языке. Я говорю, возьми ручку. Она взяла, возьми бумажку. Она взяла. Я говорю, вот я тебе сейчас продиктую несколько имен, фамилий англо-американских поэтов. Ты найди книжки и почитай. Потому что я считаю, что поэзия это как бы квинтэссенция, кульминация языка. Для того, чтобы хорошо знать язык иностранный, нужно знать поэзию. Если ты поешь на английском языке, возьми, почитай там Уитмена, Джона Донна, Стивенса, Одена. В общем, я назвал фамилии 10-15, Роберта Фрост, там, так далее. Проходит месяц 4. Я ее забыл об этом. Вдруг раздается звонок, я здесь в Москве. Она мне говорит, папуль, я тебе хотел сказать, что нам с тобой сегодня аплодировали. Я говорю, как? А американцы из Беркли School of Music, это самое такое крутое, что, как говорят сегодня, заведение, где учат именно джазовому пению, джазовым композициям, импровизациям и так далее. Они ездят по миру, по столицам и собирают себе талантливых людей. И вот она говорит, что я вышла, вначале спела, вот эта группа приехала вот этих профессоров, и я решила показаться. Я пришла, спела песню Стива Вандера вначале, потом сыграла свою импровизацию, а потом спела песню, которую я сочинила на стихи Роберта Фроста. И вот когда они узнали, что я вообще из России, они говорят, просто мне стали аплодировать. Вот она сейчас в печально известном Бостоне, слава Богу, задержалась, писав песни на 10 минут, хотя их всех просили прийти на этот марафон. Мы, конечно, очень волновались. Вот она там сейчас учится. Скажите, вот когда, что делать родителям, когда они хотят, чтобы ребенок был юристом или стоматологом, а так хочет огромное количество родителей, а он приходит и говорит, я хочу быть певцом, или я хочу быть артистом, или я хочу путешествовать вообще. Вот что делать, когда не совпадает желание родителей и детей? Это, конечно, беда, когда не совпадает желание родителей. Это есть просто стремление родителей удовлетворить собственные комплексы. я считаю, что ребенку нужно дать возможность развиваться так, как он хочет, но протягиваем руку помощи в любом случае. То есть родители должны не воспитывать, а помогать? Да, родители должны помогать. Это и есть воспитание. Нужно понимать детей. Потом родителей нужно отучить. Вот сегодня это, к сожалению, просто бич какой-то. родители внушают часто детям, что вот если ты будешь актером, например, то ты будешь нищий, что, в общем, близко к правде жизни, в том числе и во Франции. Актеры очень мало зарабатывают. Я знаю по работе с Фаней Ордан, которая сюда приезжала, и мы делали с ней Аннегера ораторию, Жанна Дарк на костре. Она мало зарабатывает? Она мало зарабатывает, очень мало зарабатывает, тем более, что с новым президентом, коммунистом, социалистом, не знаю, кто он там такой, ей придется платить 75% налога. Так что мы еще живем в раю. Но просто считается так, что это все вот такие профессии неденежные, что лучше быть, конечно, стоматологом, юристом и прочим. Ну, вот опять же, если вспомнить Иосифа Бродского, у него есть такие чудесные строки. Деньги прячутся в сейфах, в банках, в чулках, в полу, в потолочных балках, в сберегательных кассах, в почтовых бланках. Наводняют с собой природу, шумят пачки новеньких ассигнаций, словно вершины берез с акацией, я весь во власти галлюцинаций, дайте мне кислороду. Владимир Теодорович, как вы преодолевали активную зависть окружающих, когда стали очень успешным? Если она была, я не знаю, была ли она? Сальери жив и будет жить. Но, как правило, завидуют люди какому-то успеху, которые совершенно сами не имеют никакого права на это. А что делать? А как это? Не обращать внимания. нужно делать то, что ты делаешь. А скажите мне, давно хотел вас спросить, а гений и злодейство две вещи совместные? Ну, после этого, что Сальери отвечает, умный и хитрый, ты думаешь? Ну, так все-таки. Или это все сказки тупые? Все сказано этим. Моцарт говорит, гений и злодейство две вещи несовместные. А Сальери говорит, ты думаешь? А потом он говорит, або о народе или это сказки тупой бессмысленной столпы не был гением создателей Ватикана? Да, но это связано там с убийствами. Ну, думаю, что, к сожалению, бывает так. То есть, бывает великий музыкант и не очень хороший человек? Да. А вы с такими общаетесь? Стараюсь не общаться. Иногда приходится. Сейчас не берем, фамилию не называю. Вот очень хороший солист, пианист, замечательный, и вы знаете, что он здорово исполнит там что-то. Но очень противный человек. Вы будете его звать в концерты? Не буду. Мало того, я с некоторой композиции некоторых композиторов не играю именно по этой причине. Потому что, скажем, Дмитрий Шостакович очень помогал им. А они в своих там мемуарах, в книжках скверно отзывались о нем. Я не могу как-то исполнять их сочинения. Душа не лежит. Владимир Теодорович, случалась ли мистика в вашей жизни? Случалась ли мистика в вашей жизни? Да каждый день. Например? Ну, мистика, то, что я согласился, с вами сижу. Это моя наглость, это мистика. Это я воспользовался вашей интересностью. Мистика, то, что пришло. Пришел полный зал народу. Доброго, хорошего. И даже я не чувствую, что я уже надоел. Нет. Я хочу вам объяснить, что я откладываю некоторые записки, потому что Владимир Теодорович о них уже сказал, а и некоторые, потому что все-таки я хочу беречь здоровье маэстро, и мы в какой-то момент даже не закончим, полтора часа беседуем, на самом деле. Но вот тут еще осталось несколько записок. Что побудило вас создать детский фонд? Когда я увидел распад великой империи Советского Союза, я понял, что первыми, кто будет страдать от этого политического землетрясения, это самые уязвимые сегменты человеческого сообщества. Это дети и старики. Но я себя спросил, что я могу сделать? Отлично я. Не мы, а я конкретно. Я понял, что нужно создать какой-то маленький очаг помощи. Скромный очень. Примеры во всем мире есть. если вспомнить ту же монахиню из Калькутты, мать Терезу. Она говорила о том, что, в общем-то, то, что я делаю, это капля в море. Но без моего вот этого труда чего-то не хватило бы в этом море. И вот я и подумал, что нужно спасать каким-то образом детей. еще я думаю, знаете о чем? Что нужно детей учить музыке еще потому, что в ней заложено какое-то колоссальное нравственное начало. Мы даже не замечаем этого. Но это там внутри есть. Поскольку наш президент цитирует Канта теперь, я надеюсь, что вы мне позволите вспомнить слова Канта о том, что нравственность не учит человека, как стать счастливым, она учит человека, как стать достойным счастья. Скажите, пожалуйста, а по какому принципу создается программа «Жизнь у дома музыки»? Вот что лежит в основе этого? Мне приятно сообщить здесь, что театральный зал открывался неожиданно, это было неожиданно, с моим спектаклем «Сон императрицы». И мы, я прямо это был поразительным, потому что мы распаковывали все, что там было, всю аппаратуру цветовую. Но я все равно не понимаю, по какому принципу строится работа театрального зала, камерного зала, светлановского? Есть какие-то главные принципы? Ну, есть замечательные люди, которые здесь работают, есть отделы, которым подчинены те или иные вещи, есть продюсерский отдел, разные другие, приходят люди со своими идеями, но мне кажется, основой являются абонементы, вот сейчас, которые, наконец, выпускаются. в первую очередь к моему счастью и колоссальному удовлетворению, что не зря я здесь 10 лет существую, в первую очередь уходят абонементы детские. Так что это нужно, значит, родителям, нужно детям. И одним из первых ушел абонемент, который ведет замечательная наша альтистка, концертмейстер Светлана Степченко. Она ведет здесь программы, они очень быстро расходятся. Ну, потом, естественно, виртуозы играют, естественно, национальный филармонический оркестр, тут еще есть оркестр русской филармонии со своими идеями. Ну, и приходит очень много разных людей. Мне хочется, чтобы этот дом музыки не был строго таким классическим, а чтобы здесь звучала разная музыка и джаз хороший, и в большей части западная, так сказать, эстрада, я не люблю это слово. Ну, в общем, как бы прижизненный друг всех живущих. А что недопустимо? Вот чего не может быть в доме музыки? пошлости, тупости, вот это недопустимо. Владимир, прошу прощения, то ли Кокарев, то ли Кокарев, наверное, вы были на любилее Булата Акуджавы, читали его стихи. Что для вас поэзия Акуджавы? Какие поэты прошлого, прошлого века, видимо, 20-го, вам близки, и что это дает вашему творчеству? Ну, как вы, наверное, поняли, я люблю действительно поэзию. И творчество это очень часто дает посыл. Иногда для того, чтобы оркестра как-то разбудить, что-то пробудить в нем такое, я пользуюсь поэтическими образами. Ну, например, есть какое-то место, которое оркестр как-то играет равнодушно и невыразительно. Ну, можно взять и Пуркина прочесть. Вот надо место играть. Не вометалась как больной в своей постели беспокойной. Все сразу ставит на свои места. А про Акуджаву? Про Акуджаву как-то я был совершенно потрясен, когда по факсу Булат Шалович прислал на мой день рождения стихи, посвященные мне. И они там начинались словами, что в общем что он уезжает из Сальцбурга в Бричке там и так далее и так далее. Ну, я, конечно, был тронут страшно, позвонил ему, поблагодарил, все. А потом спустя полтора года я был в Сальцбурге, играл концерт, причем начинал концерт нагло, как вы говорите, с сонаты Моцарта. Когда я вышел в зал, я почувствовал запах духов пряной, белые манишки, бабочки. Все это немножко отличалось, конечно, от нас. ну, уняв свою нервозность свою, я сыграл сонату. В общем, ничего. Дальше пошло, в общем, концерт имел довольно успех. У меня в номере стояла такая конторка, за которой раньше писал Гёте, скажем, за такой конторкой стоя писали. И я написал Булату Шаловичу ответ в стихах. С Моцартом мы уезжаем из Зальцбурга и так далее, в брички запряжены. И, в общем, я ему послал это. Он сказал, что Володя, вы, оказывается, не только музыкант, вы еще и поэт. Спасибо огромное. И все это где-то напечатано, кстати сказать. Мало того, что это напечатано. Я когда приехал в город Тюмень, доктор лингвистических наук, женщина одна, принесла мне свою работу об этих двух стихотворениях. Вы знаете, что я вам хочу сказать. Я прекрасно понимаю вас, потому что я испытываю то же самое, что и вы. То есть я хочу, чтобы это продолжалось бесконечно. Но я хочу пожалеть нашего сегодняшнего главного гостя и хочу напоследок сказать такую вещь вам. Мне кажется, что очень важно, чтобы в нашей жизни как много больше вечеров были осмысленными. Потому что днем-то мы работаем, а вот видишь, они были осмысленными. Вот я абсолютно уверен, что сегодня у нас с вами, благодаря Владимиру Теодоровичу, необыкновенный вечер. Спасибо вам большое. Владимир Спиваков. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ